здравствуй Вячеслав Котляров в Харькове 12 часов 20 минут добрый день имени не знаю написано меха 61 к очень приятно аж мы уже общались ничего себе вот это моя феноменальная память я просто смотрю вот по звонкам не было ни одного отправлены контакты ну ладно хорошо я просто youtube а да мы с тобой а вот звонок продолжительностью 1 час 10 минут точно замечательно видишь вот это если бы я обратил внимание что ты это ты вот надо было тем не сразу тебя подписать и тогда бы я был намного быстрее среагировал да я их планирую дальше пойти я не знаю насколько серёж это они достоверный перевод но я тактику поменял я сейчас фишку в чем сделал я хочу иностранного зрителя заманить названием первые две минуты там не обязательно перевод если ты обратил внимание там идет просто визуальная картинка чтобы да 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 то есть не мне не важно будет он смотреть весь ролик не будет мне надо чтобы он две минуты зацепился вот это мне важно я планирую все языки ну не все ну хотя бы десятка ну как как я во первых реально у меня на один ролик уходит 45 часов монтаж очень длительные примитивны так как я использую не не робота точнее использую робота но не тот программа который для этого предусмотрен а использую google переводчик да да но его же понимаешь сразу текст не загонишь там только пять тысяч символов вот и очень долго на монтаж и плюс ко всему я сейчас даже начал вот эти последние ролики первые с конца как я говорю они это я даже оформление делать то есть там когда сергей тарасов делал надписи в этих роликах на русском теперь я их перевожу скрупулезно долл да я думаю как я там нет товарищ этого макс этот с киева говорит не выпускают эти ролики с голосом масяния людям это не нравится вот тут тебе вкус тебе не нравится да видел там я ролики где ну и привлечение потому что на человек как говорят менторским голосом там татататат а вот новости а тут именно человеку иногда доходит тут именно в такой шуточной форме серьезной информации отлично вопросы я люблю потому что ролики писать самому тяжело если живой светлый человек в общении мне намного легче не получается сервис я не видят якобы в арктике то есть на северном полюсе которого получается нет это получается в центре земли то есть центре купола происходит и так понял то северное сияние значит стопроцентного ответа нету но есть предположение причем я сразу попытаюсь ответить и и на северное сияние и на что такое радуга на самом деле и и края и чуть краем пройдусь по белым ночам санкт-петербурга значит так как я уже говорил в некоторых роликах маленький пустяковый пример берем ведро воды садим на поверхность муравья муравей не достигнет дна мы берем собственной рукой проводим до дна для нас вода это не преграда мы с легкостью проходим то же самое в нашей соте есть огромное количество куполов то есть ячеек но мы их не видим мы проходим как не замечая этого вот поэтому северное сияние это видно отблески основного купола неплохо разбирает владимир с канала амазонинг я с многим во многом с ним согласен он предполагает что это просто вот этот основной купол просто блики дает но любое там неважно стекло или что-то в этом роде понятно что он не стеклянный а он ну скажем больше энергетически радуга тоже скорее всего опоясывает как бы обводку дает куполу на тот момент на тот радиус которым она находится то есть купол и она четко как бы это вот допустим грубо говоря на стекле или в воде там бензиновые пятна или что-то в этом духе или на стекле там допустим вот это я же говорю что мне вот не немного не просто самое смешное что технарей бы подтянуть а мне гуманитарию при приходится технические вопросы решать но и белые ночи связаны это с куполом кстати блин хотел момент один озвучить тебе специально не хотел упустить и вот вылетел из головы заговорился вот сейчас вспомню это ну скорее всего этого отблески купола я только так могу это понять вот вот что я сейчас озвучу я надеюсь что наша беседа пойдет свежими пирожками на канал через тщательный монтаж больше хотел сказать и всем уважаемым зрительным и слушателям я как-то лет пять назад но я как бы я придал значение но я же не думал что пройдет пять лет и я буду слышим я сталкивался в интернете с роликами вот кто вспомнит может ты но сейчас это это пойдет массы самое интересное что есть много роликов про антарктиду сейчас их почему-то найти невозможно значит я сейчас буду говорить и возможно вспомнишь в этих роликах рассказывается следующее что пилоты неважно какой страны пускай будут американцы в ролике описывают следующее что летели летели потом какая-то пошла белая поволока потом она закончилась и они оказались земля где люди говорили на чудном языке входили необычных одеждах паслись мамонты и вот зрители тогда вот пять лет назад многие и сейчас бы не придали бы значения ну сказка какая-то но мы-то с тобой уже понимаем что скорее всего кому-то удавалось пересекать про проскакивали в другие соты потому что придумать то что там пилот рассказывает там надо просто детально и статьи сейчас ищу где-то есть статьи подробно рассказывается вот именно ячейки соты запись пойдет и кто-то вспомнит что реально есть такие ролики где подробно рассказывается соседних ячейках мне всегда вменяют что я где-то левую информацию там на западе нахватался а я как всегда говорю я сам панически ищу не для себя подтверждение а как я их называю середняков то есть есть люди которые приняли поняли истинную модель есть люди которые никогда ее не примут вот ну во всяком случае в этой жизни а как я в последнем ролике первым с конца сказал что у последней черты парадокс том и о боге вспоминают хотя в него никогда не верили и истинные модели последнюю секунду и последнюю как на что-то пословица перед смертью не на не на дышися то есть уже все последние секунды человеку дошло а все уже поезд ушел уже все до правильно оно все есть только у людей разная сенсорика один видит как говорится призрака другой не не видит все делает не в том призрак есть или нет делать возможности человек может да 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 и видела и это же женщина рассказывал тоже и его родственник погибал как говорится на смертном одре был и да он частично уже протягивал руки и говорит ну то что я вижу своих предков правильно правильно часть этого мира и часть мира в котором здорово ничего интересного что такая вещь можно не можно говорить там можно все знаю только в космос вот интересно правило население людей как на население беороботы действительно нас настолько мало людей которые с душой сущностью а вот эти беороботы они не имеют не сущности вообще ни души ничего живого просто как нам грубо говоря кусок мяса который все равно что там двигается какие-то нам заложены да все или еще что дополнишь значит как вообще сама идеально рассматривать модель с компьютерной игры но я всегда говорю что просто пытаюсь достучаться до людей не смотрите с одного ракурса смотрите сразу 200 200 вариантов то есть как я приводил пример снежинка может быть одновременно и и паром и жидкостью и как говорится и льдом а если это в пленке пленки записать то мы одновременно можем видеть пленки будущее прошлое настоящее точно так же мы и живем поэтому я сейчас скажу так что вот я приведу пример на пресловутых чинайцах принято у нас назвать китайцами это своего рода и явный пример мультиводство причем они сами любители сами китайцы мультиводством заниматься корейцы и дайте все так называемые азиатские народы кстати по есть предположение пока не забыл мне что-то кажется что у слова ну как мы знаем изначально азия описалась асия мне что-то это просто теория пока мне кажется захватчики откололи первую букву у оси а откололи букву r и тогда будет уже читаться по-другому специально не буду озвучивать пускай человек любой кто будет нас слушать мысленно асия представляет букву r и кстати возможно это и с другими континентами это надо этим этим логически разбирать скорее предположительно каждого континента буква была r оторвана заметьте все континенты называются на букву а америка африка антарктида и так далее австралия предположительно первая была r так теперь по поводу мультиводство значит допустим у китайцев допустим у миллиона китайцев есть один пользователь сущность то есть у нас допустим это персонально то есть ты ты сам игрок то есть как я всегда говорю ты сам себя держишь аватара мобильный телефон в руках и сам играешь то есть вершитель своей ну грубо говоря судьбы да 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 поэтому да вот это же телефоны могут это же это вируся коми забиты и потихонечку появляются люди которые пытаются включать антивирусные программы вот и они как бы да они по сути бездушевные то есть у них да они они выполняют именно это работу определенную до известный случай когда допустим того же китайца или негра может либо во время зачатия скажем сущность реальная вселиться либо иногда бывает курьезы что процессе жизни жил человек себе это жил-жил особенно это происходит когда в аварию человек попадает и потом вдруг его как подменили начал и на флейте играть и картины писать еще и польку бабочку танцевать никто не может понять был себе рядовым серым человеком и вдруг у него такие таланты а как раз то сущность просто завладела этим мобильным телефоном взяла отбежала и давай до кнопки тыкать тыкать музыку доставать другие картины вот и там его дед его нет получается копал колодец глубиной около 30 метров и он там зря охладился как бы они вам говорит вылазили и чуть-чуть крепкого самогона и как я понял мужики там увлеклись наверху самогоном и вылез он ему нечем было как говорится согреть души свою и через два или три дня он впал в литургический сон мы подумали что он умер сначала родственники а отвезли его бабки по литурге которые роды принимают и обмывают людей она начала его умывать и говорит да у него пульс есть и говорит нельзя его хоронить и положили его лежалом а в этот момент как раз в этом селе пришла какая-то женщина я читал не помню ее имя и всех с баламута свела то что будет конец света и всех заберут с собой на небо и там люди вплоть до того что перья себя втыкали имущество продавали и он в этот день проснулся как раз когда взлетать начали ноги руки себе переломали и после того что он в литургическом сне там пролежал 9 дней у него открылись возможности он начал людям говорить допустим кто-то что-то украл он говорит верни ему это а то хуже тебе будет там ты переспал с его женой и тоже покайся в этом а ты аборт сделай тебе за это еще что-то будет ребенок уже ждет сверху ну как бы он тебе не отомстит но карма тебе будет вот интересный момент и произнес я поймал себя на мысли что эти люди да они пускай немножко загоняются плане там который кричат конец света все на небо вознесутся а я что разбираю это все серьезно отношусь данном случае ряда родовая перепуганная память из предыдущих воплощений помнит реальные концы света а как я в своих роликах неоднократно говорил определенных людей луна ковчег забирает к себе как говорится на небольшое время вот как раз то и есть вот это заберут на небо как раз то вот это что люди кричат заберут на тема как раз то это и забирают на вот этот ковчег да мы всегда это думаем что это фигура речи то есть вознесутся души а на самом деле получается что люди иногда озвучивают это в панике истинную модель ну для нашей ситуации да а вообще как бы по старо древнеславянским традициям конечно в идеале чтобы было две ну как бы он и она и и никого больше только в лихую годину разрешено даже наши предки умудрялись привязывались друг другу договаривались после жизни встретиться других воплощениях найти друг друга опять стать мужем и женой но так как нас уже осталось грубо говоря 200 миллионов и как говорится ужас неминуем на наблюдано надвигающийся поэтому конечно в этих в эти минуты скорее всего это разрешено причем оно эффективно все равно существует то есть допустим обеспеченные люди в финансовом плане они все равно это то же самое практикуют относительно неофициально но как бы в документе и написано вот у него допустим есть какой-то небольшой гарем я больше подумал в ту сторону то что это более связано с тонкими энергиями но то что мужчине в данный момент нужно больше энергии как ну я подошел отталкиваясь от его знаний к ним то что во время как бы когда родство душ есть у мужчины и женщины у нас разнонаправленный вектор энергии и когда они у нас совмещаются то есть мы дополняем себя женским энергии женщина дополняет себя мужской я бы подумал что надо женство более в ту сторону направлены чтобы дополнить себя энергией женской в основном бывает по-разному допустим у других народов наоборот все у них там этот прайд то есть женщина как бы мужчины вокруг нее как вот эти муравьи и пчелы вокруг матки так и самые мужчины иногда этим манипулируют как вот этим из легенд жрецы которые забирали молодых девушек под предлогом что для святых дела так на самом деле для это много раз повторялась поэтому как бы для меня тут дважды 24 да да то есть все равно будет отыгрываться та же роль которая всегда отыгрывалась для нашей соты ну а потом уже частильщики конечно они уже они они своего как я называю как волки санитары леса так эти частильщики это санитары соты чтобы ноут волки какую функцию выполнять чтобы там раненый зверь не загнил да не а чтобы яд не распространялся от трава то же самое дело это частильщики но все равно умудряется даже за этот цикл бдительно наблюдают здоровые семена присматривают и будут это все равно спасать какое-то количество людей опять ячейка будет залито опять высадка опять наших потомков опять в эту соту ну вот и так далее я просто думаю раз придут как бы дающие люди знания за ними параметей придут я думал параметей раз будут насильно подключать людей к информационному полю ну насильно в кавычках ну в кавычках там это на самом деле просто блокировку снимают и все с помощью экстрасенсорных способностей можем угодно как угодно назвать гипноз или как говорил левошоу переформатирование мозга суть не меняется от названия смысла не будет меняться а раз будет такое количество разблокированных людей не могут ли они поменять ситуацию чтобы не дойти до чистить ситуацию в целом ну могут и я же говорю что это три этапа то есть я как не врач это самое в медицине в начале одно применяют если не помогает там идут уже антибиотики а если не помогает то уже отрезают то же самое и здесь начали будут пытаться лечить это травами и всякими скажем так ключевыми водами потом уже будет мощно это атака и которая может запросто помочь которая помогала и не раз просто модель я все хочу ролик про вот эту реинкарнации сделать если двух словах всех людей слушает это успокоить и сказать что реально после жизни есть жизнь и не стоит бояться и стараться все равно по моему тоже кстати ручки нельзя опускать какие-то приводил пример до достоевский в одном своем произведении писал чтобы если бы люди знали что после жизнь есть жизнь они бы начали беспределом заниматься а я посчитал наоборот что он как раз-то наоборот страх наоборот бы не дал бы это беспределом заниматься что придется все равно отвечать ну да это надо преподнести что реинкарнация связана с законами вселенной есть склоны которые переродишься но переродишься ты где ведь грубо говоря жизнь это есть для нашего вот этого мы мобильного телефона маленький промежуток времени а та сущность которая держит мобильный телефон для нее гораздо больше существуют временные рамки просто неимоверные конечно конечно это равносильно как создать несколько аккаунтов то есть можно в экране в одну игру и один человек управляет потом другой мир войти и человек этот же человек управляет вот это кстати недавно начал задуматься вообще как бы по тем знанием которые знают а конечно ужасный скажем так грех откат это здесь здесь надо думать здесь надо думать не могу сходу сказать даже предположить вообще не должны по моей логике люди не должны совершать самоубийство я может быть и оправдаю этих людей сейчас на ходу мне кажется инфернальные сущности могут толкать и и этих людей на самоубийство то есть допустим человека обкурился это какой-нибудь гадостью у него соображенчик не работает а в этот момент инфермальным сущностям очень легко манипулировать бездыханным телом и он ему шепчет подойди к окну подойди к окну ну и что-то в этом духе то есть мне кажется что все таки человек как толкает кто-то они он сам на себя руки накладывают может быть своя сущность лучше которая в нем была теперь понимаешь национальная сущность может чего-то попортить лучше заранее как говорите самого себя чем потом еще хлеще в итоге сейчас вот кстати продвигают это есть там много и блогеров и лекторов которые любят продвинуть что нету принципиально разницы добро или зло это заблуждение я всегда настаивал и буду настаивать что все всегда есть четкие рамки это добра и и и не и не добра но кто-то приведет пример скажет но вот животное нападает для нас это жалко что там волк раздирает лань и этим пытается себя как бы это пропитать есть такое понятие моем понимании когда у волка программа и он запрограммирован на это это нормально но если человек поступает то что в нашем понимании не не нормально и это его не оправдывает критерий совесть да абсолютно я тоже думаю что внутренний голос ну по ощущениям ты должен чувствовать что вот нельзя это делать и все как я занимался например бизнесом ну можно так сказать спаивали людей просто клуб держали свой да в какой-то момент я понял что даже это на меня уже как бы вредно и перезаду отошел от этого дела перестал заниматься как бы вроде человек и сам приходит сам себе наливает за это деньги но опять же я способствую это я когда-то до 20 лет назад это не знаю пошутил или нет товарищ это пошел на самогонную точку он как брал оптом а потом они разливали с братом по бутылке и продавали и вот мы идем обратно он не несет вот это я уже не помню две сумки по моему каждой сумке по 5 трехлитровых банок я так с грустью говорю говорю рома представляешь сколько в этих банках скандальных ссор драк убийств сколько ты сейчас несешь ужаса но он что-то хихикнул там я не в ответе за них что-то такое но я именно как бы провел именно просто логические наблюдения да 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 и понимаю люди живут в нашем мире но это все недостаток знаний пытается как можно больше откусить при жизни вот это вся большая проблема человечества жизнь заканчивается надо быстро в жизни получить все и максимально не понимаешь что приходится по счетам платить а те кто не могут заработать им предлагают и в итоге все с опущенной головой и даже подумать некогда о том что что тебя окружает кто ты на самом деле для чего ты здесь надеюсь люди об этом думают но времени на это подумать мало я сам сам себя успокаиваю а это нужно это постоянно причем как я говорю что или не свои приводил пример говорю даже если ты попадаешь коллективы не озвучиваешь эти знания просто молчишь и и что-то другое говоришь люди тебя все равно эту информацию считают про сотовый мир и на подсознательном уровне если вдруг попадется им ролик они сами потом не могут не смогут тебе объяснить откуда они знали про эту сотовую землю но вот поэтому надо я бы сказал бы наверное сейчас на ходу придумал бы такую поговорку нужно людям учиться аккуратно жить ну что могу осознать я думаю осознание это тоже большая ответственность одновременно с осознанием приходит ну и некоторые вот сейчас тоже воспользуюсь слушать вас получаем вот на самом деле очень легко беседа идет позитивно я хотел все вот ролик снять это отдельно прокомментировать на двух словах скажу я посмотрел один из первых как я специально говорю первый ролик с конца серёжи тарасова и что мне удивило это шаг вперед два шага назад начали за здравие кончили за упокой то есть вначале мы шли это к сотовой земле а потом резко откатились от нее то есть это серёжа он как бы никогда не скрывает что все свои знания он получает из внешних источников то есть поговорил с каким-то человеком а потом озвучил ну я бы все равно бы его все равно похвалил потому что одно дело получать а другое дело поддавать это все анализу но тут какой-то про у него произошел сбой то есть мы вначале пришли с ним правильной модели он ее озвучил есть ролики где он пришел в шок и сам восхитился от того что как мир выглядит а теперь он озвучивает маленькую модель скажем за первый класс то есть он уже отучился в десятом классе а теперь возвращается и показывает землю причем ролик который он землю показывает это он опять покажет нашу ячейку еще раз скажу вот эти вещи там про эфиры пломбиры что звучит у меня вообще есть теория что и эта приставка сознательно сделала допустим допустим асимметрия мы знаем это альтернатива симметрии и когда оставится это альтернатива чего-то то у меня есть теория теперь появилась что эфир это альтернатива чего-то в данном случае если по эфиру мы можем смотреть допустим ну давай допустим начнем с эры эра эра ра это свет то есть это противоположная свету там допустим эрудит там просвещенный человек если ставится приставка это то получается он альтернатива просвещен он то есть он выучил лживые знания и теперь мы с тобой подходим к эфиру самое интересное эфир эфир это если я не ошибаюсь в английском огонь fire эфир да то есть эфир это альтернатива огня то есть любая наука современная какая она не была даже альтернативная это все равно религия и вот эти условности которые люди придумают вот смотрите мы объяснили да ничего не объяснили вы все равно пользуетесь языковыми инструментами которые нам нам дали и я себя поссиции не ручеком я не не собираюсь в терминологию углубляться я просто человеческим языком говорю за антарктическим кругом находятся новые земли которые можно лично увидеть все не надо ничего там как мир устроен просто как говорится собрались пошли и все увидели кстати правда зачастили это и американцы и это последнее время вот эти шаждаша стоит шастает 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 и главное что нам про это говорят они могли бы втихаря слетать правильно ну и никто бы не узнал а не получится с точки зрения это тяжело это реализовать я думаю единственный способ если вот человек это состоятельный и не знает как весело поразвлекаться он есть же люди запускают ракету любители в купол пока она не стукнется а почему бы не приколоться обвешать ракету такого же плана видеокамерой и пустить ее не вверх а по горизонтали чтобы она как раз в купол стукнулась не в верхней а может быть нам бы повезло понапчетка прошла по фарватеру в соседнюю ячейку надежде на то что кто-то нас услышит подумают о блин не знал куда бабла девать это расскажу старый анекдот это относительно как бы для зрителей и вообще это когда в 90-е годы были популярные анекдоты про новых русских диалог это где-то там в нью-йорке такой на на вориш останавливает а такси горит братан подбор подбрось меня до харькова тут такой вы шо это вообще другой континент он раз там пресс денег ложит визе говорит то вы не понимаете это океаны разделяет он раз еще пресс ложит это ну давай давай смотри сколько бабок и так как вам объяснить я это никак не смогу делать сделать вас фарьков отвести он ложит уже на капот чемодан денег говорит ну шо по и поехали таксист посмотрел а вам куда на салтовку или на алексеевку ну это я назвал это районы харькова это я к чему этот анекдот привел что если у человека есть деньги и и есть фантазия пожалуйста он может создать ракету которая пойдет по горизонтали в соседнюю можно упростить можно и ракету в принципе могут сбить эти которые охраняют периметр все страны мира то есть это могут сбить и корабли которые по этому кругу курируют поэтому самый безопасный вариант это запустить аналог воздушного шара с мозг с мощной подзорной трубой которая будет опять по горизонтали пробивать очень далеко скажем так обзор и которая должна труба оснащена быть видео скажем так захватом который не в самом шаре должен пленка это или как оставаться а тут же передаваться на землю на компьютер я думаю с большими деньгами и желанием по моему такой это агрегат можно соорудить это что понимаешь это я закидываю вдруг и правда найдется человек который думает а я вот войду в историю благодаря котлярову сниму это соседние чеки прославлюсь Фантазировать не буду. Вот эти ведические знания индусов, они маленькую всего лишь модель, то есть маленькую модель сотового мира показывают, маленький отрезок. Скандинавские вот эти саги и легенды, они тоже отрезок показывают. Сережа Таразов в своем ролике опять вернулся к отрезку, он показывает маленький отрезок нашей модели. А интуитивно предполагаю, что они находятся в соседних ячейках тоже в оккупации, предположительно, вот в этой вот эти три ячейки. И вот опять же еще скажу про дерево, которое находится, вот это великое дерево посередине этих, как на пересечении трех идейках ячеек. И предположительно, благодаря Кристине Маране, скорее всего, я задумаюсь, и правда ли, в современной Арктике не было ли тоже небольшого дерева. То, что там города есть, и кстати, вот недавно Кунгуров озвучил, ну не только он, что, скажем так, в тех местах начала земля подниматься. А я думаю, и она не поднимается. Вот мне понравилось, вот я люблю Анатолия Шляхова слушать, вот он некоторые вещи грамотно говорит, а не задумывается. Он как-то в ролике хорошую вещь сказал. Говорит, вот в Арктике толщина воды приблизительно 300 метров, ну пускай условно будет 300 метров, да, 500. Если уже по краю смотреть Африки, то там уже на несколько километров идет. И ведь это все получается, как мы, я пытаюсь, и Сергей Тарасов, когда еще, как говорится, в Красную Армию его не забрали, как шар закопанный в землю. То есть там, где Арктика, этот шар более на возвышенности находится, естественно, там высота всего лишь 300 метров, а уже ближе, как говорится, к ледяной кромке, естественно, там уже километры идут. Но я бы рассматривал, еще раз повторю, что, смотри, вот наша ячейка, и в нашей ячейке как раз, ну, грубо говоря, есть яйцо вот это. И я сейчас... И я, кстати, недавно начал теорию разрабатывать, опять же, теория. Мне кажется, вот эта ведическая сказка про курочку-рябу, это, скорее всего, создание ячейки богами. То есть снесла курочка-ряба-яичко, а не простое, золотое. То есть создала ячейку, в которой поселилась жизнь. Потом кто-то ее бил, не разбил, то есть этот купол пытался разбить, да. И как там дальше в сказке идет это? Разбилось оно, я уже не помню, это золотое яйцо. Да, значит, пришла кому-то мысль, как этот купол пробить. Все-таки они пробили этот купол, эту ячейку, и в итоге опять появилось божественное существо высшего порядка, которое снова создало эту, скажем, ячейки, это яйцо. Я думаю, оттуда, кстати, и про Кащеевы яйца можно грамотно рассмотреть и так далее. А, еще и хочу сказать, и сайт... Вот это цикл получается. Вот им же сказкам вообще миллиарды лет, вот этим ведическим. И про золотую рыбку, и про курочку-рябу, и про колобка, и про волка, и семеро козлят. Это ж этим миллионы лет, этим сказкам. Поэтому, скорее всего, вот эта курочка-ряба, это, скорее всего, создание ячейки имеется в виду. Которые предали... То есть, уступление ячейки и заново опять выгрожение. Да, да, да. Получается, цикл описывается в ячейке. Да, да, да. А золотое, кстати, еще важный момент для зрителей. Люди очень неправильно реагируют на слово золотой. Надо на него реагировать не с положительной стороны, а с негативной. Золото это то зло. То есть, вначале она снесла яичко, в котором было зло. Жило. Яичко не простое. А золотое. А просто, я разобрал еще давно, когда говорят, человек простой. На самом деле, простой, это, ну, грубо говоря, про, это значит древний, а сто, это древний в сто крат. То есть, простой человек, это... Она его снесла. Вот, поэтому золотое это злото, а простое это уже, как говорится, нужное. То есть, первое слово-то не простое, значит, все-таки не простое, а золотое это уже как-то через запятую может... Ну, тяжело, видишь, у нас, я же говорю, колобок у нас же укороченной версии дошел. В оригинальной сказке «Луна. Космический арк». Ну, ты же помнишь, я же объяснял, что это космический арк, который под чертогом гулял. Вначале чертог медведя прилетел, потом чертог зайца. То есть, там персонажей гораздо больше. Вот. И, как бы, все становится на свете. Вот, еще и сайт Асгард, он же описывает как раз всего лишь одну крупицу вот этого огромного мира. И когда люди говорят, мы живем внутри Земли, ну да, мы живем внутри этого яйца на огромной сотовой планете, на которой находятся миллионы этих яиц, миллиарды этих яиц. Которые покрыты еще одним слоемом, сверху еще одним. И так далее, и так далее. Ну, вот это же я ролик выложил, когда человек про Улей сказал. Вот реально, человек же в 2014 году, пускай он переозвучил. Но он же до меня сказал, что планета выглядит это. Другой бы огорчился, вот, меня разоблачили. Я наоборот стараюсь найти подтверждение это. Это наоборот подтверждение твоим словам. Да, да, именно подтверждение словам, да. А не то, что ты выдумал, что это как-то там. Да вообще, правильное знание настолько уникальное, я не знаю, как можно сказать. Ну, это только, как говорится, а, тут пропал, я тебя не слышу словить. А появляется это, возникли неполадки с интернет-соединением, подождите. Да, оно видно. Сейчас я позакрываю. Уникальное, что кто-то, не знаю, не то, что глупцы, злопыхатели действительно могут ляпнуть, что ты это где-то сдираешь, или, не знаю, проплаченный, проплаченный масон. Да, 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 это, наверное, самое смешное, что они могли придумать. Да, ну, а что, мозг плоский, да, плоский, подожди, скажи, будет комплиментом. Мозг никакой вообще. Знания вообще, в моем понимании, они не имеют хозяина, их невозможно украсть. Я всегда позиционирую человеком, которых озвучивают. Даже если я, гипотетически, бы, хотя я не знаю английского языка, и мне сейчас просто вот эти статьи. Даже если мы помечтаем, я реально на американских сайтах нашел упоминание про сотовую землю и начал ее озвучивать. Какое это имеет значение для больного, если доктор пришел, его лечит? Выучился он известного доктора до этого или сам методом проб и ошибок? Какое это имеет значение? Наоборот, это будет подкреплением к тому, кто озвучил в американской версии. Ну, да, я сам себе уже доказал и всегда буду подчеркивать. Никто не найдет за последние 200 лет ни одной книги, ни в интернете информации про сотовую землю, как я развернуто говорю. Будет незначительное упоминание. Будут. Верю. Но описать этот весь земной шар во всем его великолепии, многообразии, не в состоянии. Причем я в ролике сказал, это только могут славяно-язычные, потому что у нас хоть и речь сильно, программный код изменен, но все-таки маленькие, как говорится, зацепки есть за информационное поле. Ну и плюс душа еще. И помимо речи, это же речь, это относительно дегнародация. Люди раньше телепатические общались. Плюс родовая память. И родовая память, да, в генах, это однозначно. Да, вот поэтому, да, чем же наш шарах? Там 20 лет назад, то, что даже вспомнить некому было об этом, передать нам. Да. Ты меня не услышал, наверное? Нет, шарахнуло, я услышал, шарахнуло, как нас 200 лет шарахнуло, что даже ни у кому не удалось передать эти знания. Да, 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 как же так оно произошло, блин. Прям каким-то дымом, действительно, как пчелка, да. Я вот, да, вот, да, вот говорят, допустим, много есть лекторов. Они все равно нужны там, они могли ошибаться, не ошибаться. Сейчас я хочу сказать, допустим, за Трехлебова или Хиневича. Да, они там, как бы, это, администраторы. Да, там Хиневич использовал книгу, которую специально же серые вбросили в 47-м году, славяно-арийские веды. Изначально их подкорректировать. Но грамотный человек, вот как же тот же Шлевашов, когда изучил славяно-арийские веды, он пришел в шок. То есть это реально Настенька путешествовала. Единственное, что уважаемому Николаю Викторовичу не посчастливилось настолько глубоко копнуть, что она гуляла не по планетам, а по соседним чертогам. Но может, Слайк, если бы он об этом сказал, его бы не восприняли уже такой, как он здесь, как лавян. Нет, мне кажется, люди в таких ситуациях, как он, и ему похоже, они стараются выложить весь багаж, весь арсенал. Ведь он там не чурался такими вещами, как... Я уже приводил пример, когда там девочка в машине взорвалась, и он ее склеил. То есть для него это было нормально озвучить. И я не буду отрицать, склеил он ее или не склеил. Я это подвожу к тому, что он выкладывал весь арсенал, который можно было зацепить внимание зрителей. А если бы он знал про сотовую модель, то это, наверное, было бы первое, что бы он озвучил бы. Поэтому можно. Ну, в книге он пропускает. Все-таки у него есть пропуски, пробелы в книге. И это, наверное... Ну, одни люди пишут, что уже эти пробелы подняли, другие пишут, что не подняли. Причем он такой при жизни был забавный человек. Он что-то где-то посмотрит, ему так это интересно. Вот, допустим, посмотрел он фильм «Гарри Поттер». И решил сделать это, аналогичную школу для деток магии обучать. Почитал славяно-арийские веды, увидел, что там пробелы. Думает, так, буду свою книгу писать, тоже пробелы сделаю. Но зачем эти пробелы? К чему люди не готовы? Люди... Даже сотовую землю... Не все могли понять, что это истинная модель. А куда уже дальше? Это самое грандиозное вообще в нашей истории, что может быть за последние 200 лет. Что за антарктическим кругом есть это земли, земли и так далее. Самое главное в сознании, что ты не один. Ну, как бы я знал, что ты не один. Настолько, что это все рядом. И, как говорится, рукой падает. И то, что и к нам могут прийти. И вообще много-много отпадает сразу вариантов по концу света. Ну, как таковым с каким-нибудь приводом метеорита. Кстати, недавно метеорит какой-то еще один, в кавычках, метеорит, на Хабаровском крае пролетал. Опять, когда хотели. Да, техногенные какие-то, не знаю, ракеты или что угодно. И даже, опять, когда хотели что-то... Я вот тоже все хочу озвучить забавно. Но это, может, когда-нибудь хотел ролик. Это есть информация, что танки неэффективны с 78-го года уже. То есть, их специально мировое правительство выпускает. А бы, чтобы выпускать. То есть, уже было разработано в 78... Ну, сейчас год ошибаюсь, но, по-моему, в 78-й. В 1976 году они поставили крест на бронетанковое вооружение. Теперь один пехотинец может с помощью винтовки уничтожить 65-тонный танк. Пуля пробьет 3 дюйма брони, и на другой стороне превратится в белую горячую вспышку. И весь экипаж трупы. Потому что вспышка выжгет весь кислород. Вместе с их телами. Значит, обыкновенная, скажем, ну, назовем условно... Ну, пускай автомат или винтовка, которая начинялась особым патроном, своеобразным, назовем условно, ядерным зарядом. Она стрелялась в танк, прожигала броню. И, скажем так, экипаж погибал из-за того, что она там что-то... Эта пуля продолжала делать. С 1976 года бронетанковые войска не имеют смысла. И вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. И вы даже об этом не слышали. Они производят 10 тысяч таких пуль каждый день. У них их достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все танки СССР. То есть, вот эти танки, это все как... Я читал недавно, да, есть такая пуля. Ее там нам заобразвали невыгодной и что-то еще такое. Так ее... Ну да, есть такая пуля, которая заряжается и стреляет ядерным взрывом. Так войны же ведутся не для захвата. Войны делаются для того, чтобы они были долгие и как можно больше кровоплоролитные. Поэтому воюют, грубо говоря, еще тамагавками. Конечно. Раз, раз, раз все порубали друг друга. А так бы, да. Если бы было оружие эффективно, доступно, то войны и не начинались, вернее, заканчивались, не успевши начавшись. Вот это вот, как скажи, непоняток этих во время войны, как 41-45, 4 года. Сколько ж можно было всяком протянуть за это время действий всяких, как и людей украсть. А по сей день это все делается. Вот даже вот такой банальный пример. Они любят создавать котлы. То есть, как я говорю, и в те же все 70 лет война Великая Отечественная, как мне товарищ сказал, вот слышал бы мой дед, бы тебя бы, он бы там это самое. И что, вот слышал бы дед бы. У меня тоже прадед, скажем так, прабабушка рассказывала про войну. А что они? Сейчас люди тоже ж не знают, что истинную модель, как войны, происходят. И тогда они знали. А что я говорю всегда? И сейчас, и тогда над схваткой стоит один верховный главнокомандующий, который стравливает и белых, и красных. И заставляет их загонять в котлы. Вернее, загоняет их в котлы, и как можно больше народов. А потом просто засыпают арт, снарядами и так далее. То есть, цель войны не захват, а уничтожение человеком. Это самая основная цель. А что в основном? Да, 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 да. Не, ну каждую страну, между прочим, для каждой страны придумана легенда, что они в свое время победили кого-то, что они получили независимость, и теперь все-таки враги пытаются на них напасть. И надо защищаться. То есть, китайцы уверены, что на них хотят там, допустим, РФ напасть. Американцы там уверены, что на них РФ. То есть, всем внушают. Ну, благо, что все-таки вот сколько, ну, по моим скромным посчетам, наверное, уже 10 тысяч человек, которые проснулись в полной мере, которые понимают это происходящее. Ну, 10 тысяч противомиллиардов, это, конечно, тяжело. Кстати, тоже еще для ролика скажу. Кстати, вот злопыхателям пускай ответят, откуда взялась кукуруза. Это самая запретная тема. Никто не может объяснить это происхождение кукурузы, потому что кукуруза самосевом не сеется. Или кукуруза. Это запретный разговор, вообще, например, про кукурузу у биоботаников. Почему? Потому что кукуруза нет дикой, она самосевом не сеется, она не вырождается в дикую. И если ты ее не соберешь, не сохранишь и не посеешь, кукурузы не будет больше никогда. И она совсем инопланетная. Нет растений, из которого произведена кукуруза культурным путем. Поэтому даже к обсуждению запрещено. Нет ответов на этот вопрос. Есть люди, есть генетическая еда для них. Это уважаемый Виталий Сандаков задает этот вопрос, а я уважаемому Виталию Владимировичу отвечаю. Ее привезли из соседней ячейки кукурузы. Вместе с народом, который поглощает эту кукурузу. Он правильно говорил. Рис для китайцев, для индейцев Южной Америки, там и какой-то Америки кукуруза. А для нас пшеница. Причем уже был этот академик, который потратил всю свою жизнь, чтобы попытаться понять. Вот он собирал по всему миру злаковые, и пришел к выводу, что не могла вот эта пшеница из дикой культуры превратиться в оккультуренную. То есть должны пройти миллиарды лет, чтобы этот злак стал положительным. Поэтому и пшеницу, то есть пшеница, это ж хлеб, это ж, представляешь, какой уникальный технологический процесс. Это ж как надо было додуматься. Ой, что-то эхо идет. Что посеять, помолоть, смешать с водой, запечь. Это ж целое... То есть нам хотят сказать, что каменный человек лепешку кинул, человек каменного века кинул лепешку в костер, и она превратилась в блин. Что-то помехи идут. Да, конечно, как вообще, что-то глупости. Человек просто что-то случайное делает. Ничего не будет, случайно. А чтобы прийти, какой багаж знаний? Сереж, главное, что я теперь вспомнил, что это ты. Не знаю, меня слышно. Я просто... Теперь я понимаю, что нам надо с тобой почаще созваниваться. Просто я сегодня реально на два часа договорился встретиться с человеком в центре. И я буду потихонечку собираться. Но после того, что я вспомнил, что ты это ты, и этого очень рад, я буду стараться теперь даже самостоятельно выходить с тобой в беседы. Потому что благодаря тебе я освещаю эти темы, которые, ну, проблематично. С самим собой на микрофон очень тяжело говорить. Очень тяжело. Отвасен. Вот так. Мы ведем в Пашкослав. Да. Поэтому до свиданька им себя ненадолго. Был рад тебя слышать, Сереж. Да, до свидания. Благодаря тебе удачи. С дневними. С деятельностью твоей. Давай. Все. Всего доброго, Сереж. До свидания. Ждем. Да, спасибо большое за созвончика. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова